я вас категорически приветствую в этом выпуске скрытая угроза искусственного интеллекта сколько стоит взлом теслы почему тупеют нейросети а также как нагуглить штраф на 5 миллиардов баксов и мы немедленно переходим к новостям высоких технологий для начала давай ка проверим какой улов нам сегодня притащили нейросети по оценке аналитиков посещаемость сервиса чат gpt с начала лета опустилась почти на 20 процентов ну причины спада прозаичны дело в том что каждый четвертый пользователь популярного чат бота так называемый жопатолог попадает в возрастную категорию от 18 до 24 лет а уж сколько этим сервисом пользуется школьников младше 18 такого не знает даже сам gpt но вполне очевидно что за минувший учебный год искусственный интеллект помог написать бесчетное количество сочинений и рефератов для целой армии ленивых учеников ну а с наступлением летних каникул количество подобных обращений резко упало и трафик общительного чат-бота заметно снизился впрочем владельцам чат gpt переживать пока что не о чем сервис продолжает пользоваться популярностью и стабильно входит в двадцатку самых востребованных ресурсов интернета впрочем халявить с помощью искусственного интеллекта навострились не только ленивые школьники не гнушаются помощью нейросетей ленивые научные сотрудники все чаще в научные журналы попадают заметки написанные с помощью чат gpt в этом легко убедиться если поискать через сервис google академия вот эту стандартную ремарку чат-бота которая регулярно мелькает в текстах недобросовестных авторов вот к примеру подборка заметок из медицинских журналов где встречается подобная фраза это надо понимать статьи тех авторов которым все настолько по барабану что они даже не читают с генерированной нейросетью текст а на самом то деле таких статей на порядок больше глядя на все это начинаешь испытывать серьезнейшие опасения за развитие науки как таковой отдельный вопрос конечно а как в этих так называемых научных изданиях обстоят дела с редакторами и корректорами ну это которые обязаны проверить заметку по ходу подготовки оной к печати возможно конечно всех этих никчемных балбесов уже заменили чат-ботами ну а диаспора чат-ботов своих не выдает ну и теперь в научной прессе мощно расцвели нейросетевое кумовство и цифровая порука но это еще не все тревожные новости про искусственный интеллект как многие помнят по весне состоялся релиз новейшей четвертой версии нейросети чат gpt доступ к ней получили только состоятельные парни через платную подписку что вызвало весьма неожиданные последствия чат жопатологи стэнфордского и калифорнийского университетов решили сравнить ответы старой и новой версий нейросети и внезапно оказалось что платная версия подчеркиваю платная за прошедшее время изрядно отупела если в марте она правильно определяла простые числа в 97 процентов запросов то летом это ей удавалось только в ничтожных 2 процентах случаев а бесплатная версия напротив с данной задачей начала справляться заметно лучше кроме того четверка разучилась отслеживать логику сложных задач состоящих из нескольких условий и стала чаще выдавать неправильные ответы а у трешки таких проблем не возникало а вот с чем у версий gpt сложностей не наблюдалось совсем так это со словарным запасом за прошедшее время обе стали еще более болтливыми чем раньше но в целом ситуация настораживает ажиотаж вокруг нейросетей создал у массы граждан стойкую уверенность в том что искусственный интеллект со временем будет только умнеть а он взял и оттупел мы то думали он будет умный а он он какой ну и что же это получается сейчас крупные конторы всякие эти гуглы с амазонами напихают нейросетей куда надо и не надо а потом окажется что эти их чат-боты тупят не хуже тупорылых пользователей вот это я понимаю торжество научно-технического прогресса даже дураков можно будет заменить нейросетями третьего дня группа толковых немцев из берлинского политеха подломила бортовой компьютер автомобиля тесла систему хакнули так ловко что вернуть ее в исходное состояние перепрошивкой уже не получилось о результатах взлома немцы доложили на конференции black hat где рассказали как буквально на коленке можно распаять небольшую схемку на печатной плате которую потом надо ловко приколхозить под приборной панелью теслы и таким образом освободить умный болид атаков корпоративного рабства а в перепрошитом электрокаре к пользователю переходят все административные функции например появляется возможность включать платные опции бесплатно ну а вдогонку можно еще и плюнуть на установленные производителем географические ограничения можно самолично перенести профиль пользователя с одной машины на другую за эту услугу официальный сервис заряжает по слухам несколько тысяч бакинских ну а тут в соседнем гараже можно будет провернуть подобное за пару бутылок добротного немецкого пива в руки взломщика переходит управление системой активной помощи водителю то есть так называемый автопилот при этом обновление софта теслы не поможет производителю восстановить контроль над машиной это потому что пиратский модуль прибирает к рукам еще и ключи шифрования ну разумеется все это законопослушные немецкие хакеры поведали исключительно в целях ознакомления с их оригинальным решением и в подтверждение своих добрых намерений вывалили инструкцию с исходным кодом необходимого софта на гитхаб и тут невозможно удержаться от вопроса как тебе такое Илон Маск ну а теперь чем отличаются западный и восточный подход к слежке за гражданами но сперва давай-ка узнаем что там сегодня попало в цепкие лапы сегодня в цепких лапах могучий зверь видеокарта GeForce RTX 4060 Ti производство компании MSI слова Gaming X Trivo в названии совершенно однозначно указывают на то что создавали ее с прицелом на геймеров а под упомянутым трио имеются в виду вот эти вот могучие вентиляторы но давай про все по порядку при первом знакомстве девайс оказался крупнее чем можно ожидать от видеокарты с максимальным энергопотреблением в 160 ватт полноразмерная рама радиатора на которой размещаются фирменные импеллеры диаметром 120 миллиметров примерно вдвое длинней чем сама печатная плата поэтому в комплекте к видюхе имеется вот такая металлическая подпорка чтобы в твоем ПК ничего случайно не погнулось возможно сам радиатор не такой мощный как на флагманских моделях но система охлаждения на пяти тепловых трубках получилась серьезная кулеры на видюхе включаются только при высокой нагрузке а в остальное время в системном блоке соблюдают тишину что касается внешности то выглядит RTX 4060 солидно снаружи из подсветки имеются только три диагональные светодиодные полоски плюс отдельно подсвечен фирменный логотип внутри стоит видеочип AD106 ну то есть производительность можно ожидать на уровне ампера 3080 но это если не брать в расчет новые технологии типа DLSS3 которую амперы не поддерживают также в 40 семействе стоят более эффективные потоковые процессоры да и ядра для трассировки лучей тут тоже заметно круче надо упомянуть и об электричестве разъем питания здесь установлен самый стандартный относительно небольшая потребляемая мощность позволила обойтись привычными восьмью дырками соответственно нет нужды выискивать блок питания стандарта ATX 3.0 тем более что у MSI имеется вот такой красавец в серии MAG на 650 ватт комплектующие серии Arsenal Gaming ориентированы на весьма требовательную публику ну то есть на компьютерных игроков поэтому в данном блоке питания прекрасно должно быть все и внешний вид и начинка и данный девайс полностью соответствует ожиданиям на решетке красуется логотип MSI в виде дракона а все провода упакованы исключительно в черную оплетку чтобы в системнике не отсвечивать для стабилизации напряжений внутри блока применяются цепи с DC-DC преобразователями о высокой эффективности красноречиво говорит наличие бронзового сертификата 80PLUS вентилятор тут 120 миллиметровый посаженный на подшипник скольжения ну а чтобы граждане не переживали за его надежность MSI дает на данный блок питания пятилетнюю гарантию ну да давай-ка вернемся к видеокарте в работе RTX 4060 Ti показал производительность ну где-то между GeForce 3070 и 3080 в стандартном тесте Time Spy итоговая оценка составила чуть менее 13 тысяч что как не трудно догадаться весьма не дурно при этом 8 гигов видеопамяти вполне достаточно для большинства современных игр а значит с удовольствием играть на карте 4060 Ti можно будет долго массивная система охлаждения от MSI оказалась весьма эффективной и тихой температура за время тестов ни разу не поднялась выше 68 градусов ну подробности и ценник по ссылке чуть ниже жми а вот новость для тех кто задумался над вопросом куда бы умчать в отпуск покуда на дворе и все еще лето отдыхать на европейских курортах в этом сезоне не модно поговаривают климат для россиян там нынче не подходящий ну к счастью далеко лететь совсем не обязательно как говорится земля наша велика и обильна взять к примеру горный Алтай это ж по сути отечественные Альпы и доступен Алтай круглый год безо всяких виз долететь можно прямым рейсом из москвы за четыре с половиной часа ну для сравнения рейс в сочи всего-то на полчаса короче ну и разумеется даже самые жестокие санкции такому путешествию не помеха а уже на территории горного Алтая можно отыскать ЭКО поселок седьмое небо природы в котором невыразимо прекрасны виды в любое время года восхитительны лето при этом похоже на лето а зима на настоящую зиму а не на наше это дурацкое промозглое межсезонье домики в поселке оформлены в едином архитектурном стиле без глухих заборов без вкусных дворцов а-ля дорога богата там не увидишь через это местность уже облюбовали разнообразные граждане из списка Форбс в общем если хочешь убечь подальше от цивилизации обрати внимание на горный Алтай плотность населения там всего два человека на квадратный километр что в тысячи раз меньше чем в столицах но при этом необходимая человеку инфраструктура в наличии в наличии круглогодичные курорты с широким выбором развлечений ну такие например как популярный манжерок кстати по соседству с ним раскинулся бескрайний природный заповедник регион стремительно развивается как при поддержке государства так и в частом порядке строят новые дороги полным ходом идет реконструкция аэропорта через это земля в горном Алтае непрерывно дорожает может получиться и такое что инвестиции в недвижимость региона окажутся довольно выгодными для примера можно вспомнить историю с городом Сочи перед олимпиадой ну а если тебя сильно тревожит жизнь на границе с Евросоюзом Алтай тем более понравится в общем чтобы познакомиться с ЭКО поселком седьмое небо переходи по ссылке под роликом фотки и карту свободных участков найдешь там внизу а теперь переходим к новостям с полей глобальной слежки в солнечной Калифорнии полным ходом идет судебное разбирательство по делу небезызвестной компании Google которая незаконно собирала личные данные пользователей браузера Chrome ну чтобы впоследствии продавать их рекламодателям как оказалось Google промышлял подобным непотребством даже в тех случаях когда граждане включали так называемый режим инкогнито формально созданный для того чтобы люди могли втихаря искать в интернетах все самое интересное в 2020 году в Калифорнийский суд поступил коллективный иск на 5 миллиардов баксов за нарушение тайны личной жизни корпорация Google ну ясен пень изо всех сил отпиралась мол сама-то она ни при чем это все интернет сайты это они бесстыжие собирают персональную информацию а браузер Chrome в режиме инкогнито честно предупреждает об этом пользователя ну и вообще контора Google она приличная контора и никогда заниматься подобным не стало бы однако по ходу выяснилось что браузер Chrome ведет на своего пользователя подробное досье причем записи из обычного и приватного режимов хранятся в одних и тех же журналах так что судья Ивона Гонсалес Роджерс постановила что компания Google не отделается одним только финансовым наказанием ибо результаты ее действий затронули миллионы доверчивых граждан судья Ивона будет добиваться наложения судебного запрета на подобную практику понятно новостями о том что корпорации следят за каждым вашим кликом уже давно никого не удивишь однако далеко не всегда слежка проходит успешно например 9 месяцев назад на улицах американского города Новый Орлеан поставили систему видеонаблюдения ну разумеется с технологией распознавания лиц дабы она помогала оперативно раскрывать правонарушения и вот спустя три квартала новоорлеанские чиновники опубликовали отчет неожиданно выяснилось что за прошедшее время не было произведено ни одного ареста с опорой на данные полученные с многочисленных камер конечно малолетние эксперты по оперативно-розыскной деятельности тут же сообщат что жить в Новом Орлеане совершенно безопасно там все только улыбаются и спрашивают у друг у друга как дела а поскольку преступлений никто не совершает то и камерам фиксировать нечего висят себе такие на столбах электричество жрут и пыль собирают разумеется все это не совсем так поскольку в начале этого года Орлеан уверенно примерил на себя титул уголовной столицы США то есть превзошел по размаху совершенных убийств в другие менее прогрессивные города Америки сообщают что уровень преступности добрался до отметки которая не снилась счастливым горожанам аж с 90-х годов прошлого века и работы для городских камер там более чем достаточно это как же это так спросит обеспокоенный комрад неужто распознавание лиц не работает я ему незамедлительно отвечу где надо все исправно работает например в Японии там компания Fujitsu выпустила новую систему наблюдения на базе искусственного интеллекта систему эту планируют внедрить уже в этом году после чего она, система эта, начнет пристально следить за японцами в супермаркетах но не с целью предотвращения краж нет нет следить будет для того чтобы составить представление о предпочтениях покупателя а потом на кассе предложить каждому конкретному японцу ну или даже японке какую-нибудь полезную покупку которую гражданин с большой вероятностью и приобретет как бы в такой ситуации сказали дети из Саус Парка мы многое сегодня узнали например, что следить за людями не так уж просто но если на этом можно немножко заработать то почему-то сразу все начинает функционировать как следует вот так жизнь устроена нравится тебе это или нет что в США, что в Японии, что у нас а на сегодня все до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok